РУХАНИ КАЗНА РУХАНИ КАЗНА Роли культуры в обществе, создание единого культурного пространства, обмен опытом, в частности, инновационными методами развития этой сферы и, конечно же, популяризация достижений и имиджа работников культуры и искусства. В ходе форума десятки библиотек, музеев и культурно-досуговых центров выставили свои экспозиции, наглядно доказывающие, что организации работают и совершенствуются. К примеру, представители областного музея искусств представили выставку творческих работ из войлока. Все экспонаты посвящены национальному колориту. Есть даже отдельные детали для интерьера в виде казахских родовых символов РУ. Здесь представлены работы, сделанные из войлока, сделаны панно, тюбетейки. Все работы пока я делаю в национальном стиле. Очень много планов, хочется одежду и тапочки и все прочее. Но на это нужно время и вдохновение. Здесь представлены работы моей выставки персональной. Некоторые работают только первый раз. На всеобщее обозрение выходят. Поэтому, конечно, волнуюсь. Люди смотрят, оценивают и спрашивают, как это можно сделать. Гульнур Аскарова начала заниматься войлоковалянием два года назад. До этого, еще начиная с 90-х, активно развивала национальное прикладное искусство. Но отошла от дел, когда это стало массовым увлечением. По ее словам, войлоковаляние с национальным орнаментом – это не просто дань уважения нынешней моде на возрождение национальной культуры, но и задел на будущее для самосознания потомков. Мастер уверяет, лучше пусть дома будет такая народная декоративная вещь с родными узорами и орнаментом, чем амулеты от сглаза из Турции или дракончики из Китая. Главной проблемой для актюбинских мастеров прикладного искусства Гульнур Аскарова считает слишком низкую популярность их изделий. О наших мастерах знают очень мало, да и собираться им кроме ярмарок по сути негде. Конечно, есть к чему стремиться, потому что у нас очень много в городе мастеров. Жаль, мы не всегда нас видят. Вот это очень жаль. И мы все мастера говорим, нам нужен центр ремесленников, где нас будут видеть, где будут нас знать. Нас знают только музейные работники, может быть, Сакимата как-то. И каждый работает индивидуально у себя где-то в мастерской, но многие дома. А если бы здесь собрать мастеров, которые в городе есть, можно было бы быть достоянием области города. У работников областного госархива свои заботы. По их словам, сейчас хранилище переполнено. Документами и архивариусы мечтают о качественном расширении. Они уже составили проект нового здания, которое, возможно, в скором времени появится в октобе. Семиэтажное хранилище из стекла и бетона будет рассчитан на полторы тысячи единиц хранения. А его площадь составит 8 тысяч квадратных метров. Ну, сейчас у нас, конечно же, есть свои проблемы. Это нехватка архивных помещений. Архивы хранилища у нас уже переполнены порядка на 108%. Поэтому остро, конечно, стоит вопрос либо о строительстве нового здания для областного архива. Ну, и, конечно же, мы сейчас уже даже подняли этот вопрос и рассматривается этот вопрос, конечно, по делению средств на строительство. В библиотечном деле в регионе особых проблем не наблюдается. По словам Маржан Курганбаева, сейчас в области функционирует более 200 библиотек. Книжный фонд постоянно пополняется. Кроме того, в библиотеках города и районов активно открываются каворкинг-центры. Это позволяет привлечь в храм знаний большее количество посетителей. У нас по Актюбинской области 238 библиотек государственных. Соответственно, здесь, согласно штатному расписанию, практически все работают. Библиотеки в данное время, у нас второй год, мы по новой форме открываем на базе сельских, районных и областных библиотек. Каворкинг-центры, где абсолютно новая интересная форма, где молодежь и взрослые, и дети с огромным удовольствием приходят в библиотеки. Соответственно, здесь выделяются средства для того, чтобы приобрести необходимое оборудование. И если, например, на сегодняшний день у нас уже по области 9 каворкинг-центров, еще дополнительно будут открываться где-то 8 еще. Актюбинсы, в отличие от руководства, управления культуры подобного оптимизма не разделяют. Немалая часть горожан читает, но в библиотеки почти не ходят. Мало времени и, наверное, рекламы местных центров мудрости поколений. У нас сейчас и библиотека-то, я не знаю, где находится. А книг у меня дома много, я читаю книги, и дети наши тоже читают. Как вы думаете, у нас сейчас библиотеки развиваются или нет? Нет. Почему? А где они? Хотя бы поставили где-то, вывеску поставили, что библиотека. Где у нас библиотеки есть? Ни одной библиотеки я в городе не знаю, кроме той, что на детских товарах. Больше я не знаю, где еще библиотеки есть. Но если бы у вас было бы время, возможность, вы бы ходили в библиотеки? Конечно. Конечно, я и детей буду приучать читать книги, потому что книги – это все равно лучше, чем электронный интернет. Библиотеки я забыла, когда я была библиотека. Я когда в институте училась, я вот заходила в эту библиотеку, мы искали книги чисто, как сказать, ну вот я институт железнодорожный закончила, мы искали книги чисто по технике. Сейчас времени нету, так бы с удовольствием почитала. А вообще давно были библиотеки? Да, в колледже еще когда училась, в университете тогда. А вот сейчас бы, если бы была возможность… С удовольствием, да, с удовольствием. И детей бы с собой взяла, с удовольствием бы. Время не в телефоне посидела уже, а почитала книги. Говорить об упадке библиотечного дела сегодня несколько преждевременно. Библиотеки развиваются, если не в ногу со временем, то максимально стараясь в силу финансирования поспевать за изменяющимся рынком предоставления информации. Кроме этого, в нашем регионе работают почти 200 клубных учреждений, 21 музей, 2 театра, филармония, архивы, всего 490 организаций. Более 3000 человек трудятся в этой сфере. И сегодня часть из них стали победителями конкурса в звании лучших представителей своей профессии. А с 19 по 22 мая будет представлять нашу область уже на республиканском форуме в столице Казахстана. И такие мероприятия очень важны. Без создания и поддержки культурного базиса невозможна никакая другая модернизация никакого общества. Это была рубрика подробностей и ее ведущий Антон Пережогин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин